Здравствуйте! В эфире программа «Смотрите, кто пришел». Правда ли, что выучив один язык, можно с легкостью освоить другой? И почему толмачей нельзя варить в кипятке? Об этом и многом другом поговорим сегодня с нашей гостью, переводчиком Ириной Петровой. Ирина Петрова закончила Череповецкий государственный университет по специальности учитель немецкого языка и школьный психолог. Также владеет английским. С 2003 года работает переводчиком. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Вы знаете, бытует такое мнение, что у человека либо есть склонность к языкам, либо ее нет. Правда ли это? Думаю, что да. А как это определить? Наверное, это определяется со временем. Например, я поначалу тоже не знала, что я соберусь стать переводчиком. А что вот явилось определяющим в вашей жизни? Вообще мне нравится иностранный язык. Я в школе изучала немецкий. И большую роль для меня сыграла моя преподавательница Наталья Ленишна-Смирнова. Она всегда отправляла на меня на все городские олимпиады, говорила, что у тебя хорошо получается. И, в принципе, потом как-то я решилась вступить. Чем вам так интересен был именно немецкий? Не знаю, в школе все хотели учить английский язык. Ну, это понятно. Все дети записывались быстро в группу английского языка. Почему-то... Меньшая часть хотела немецкий, но мне почему-то захотелось именно немецкий. А вот опять же слышала такое мнение о том, что если ты выучил один иностранный язык, то второй иностранный язык, он уже идет как по накатанной. Ну, я думаю, что в любом случае легче изучать уже второй язык иностранный. У тебя есть какие-то алгоритмы, есть какие-то свои правила, свои способы запоминания слов и так далее. Смотря какой язык, какой группы. А вот немецкий, у вас второй язык, английский, они похожи к чему-то? Да, да, конечно, они одной языковой группы, поэтому они похожи. Но это, конечно, не берем в расчет, например, китайский или финский, это совсем другие языки. Да. Изучать их нужно по особой методике. Я не могу ничего по этому поводу сказать, но это сложно. А не бывает такого, что путаете? Ведь, в принципе, по написанию пишем латиницей, и слова некоторые очень похожи. Единственная, там разница, по-моему, в произношении есть. В произношении, в значении иногда тоже есть разница. Иногда бывает, когда очень долго переводишь что-то с английского, потом просто забываешь эквиваленты на немецком языке, бывает такое. А вот правда ли, что язык невозможно выучить без языковой практики? Я думаю, языковая практика, конечно, это большой плюс для человека, изучающего иностранный язык, потому что без практики ты все равно не слышишь, как звучит речь вживую. Ну да, ты можешь выучить язык. Есть люди, которые учатся, никуда, например, не выезжают, может быть, даже не общаются. Но я не думаю, что им легко говорить и получить этот уровень, добиться того уровня языка, знания языка, которым нужно реально, которого они бы хотели добиться. Ирина, а где вы проходили языковую практику? Ну, после университета я поехала в Германию на год, я там училась еще год, и получала, училась год, а потом сдавала экзамены на большой языковой диплом, и сдавала их успешно. Вот скажите, вы прожили в Германии год, приехали туда с какой-то, я понимаю, хорошей базой, все-таки университет за плечами. Каково вам там было, вот, приживаться? Вы знаете, у нас настолько была хорошая подготовка в университете, я очень благодарна своему преподавателю, Кононовой Галине Александровне, ну и другим преподавателям, сейчас просто, наверное, нет возможности всех перечислить. Нам настолько преподавали интересный язык и многогранно, что я когда приехала в Германию, меня вообще ничего не удивляло. Правда, и немцы даже удивлялись, откуда я знаю какие-то реалии, которые, в принципе, не должна узнать. А какие реалии вы знали? Ну, например, на тот момент я поехала в Германию в 2000 году, на тот момент была новость именно по новому, про описание в немецком языке, и сами немцы эти правила путали со старыми, с новыми, и когда я вступилась с ними в полемику о том, как нужно что-то писать по новому, они были очень удивлены, откуда я вообще могла это знать. Второе название вашей специальности – вы школьный психолог. Надо ли быть психологом, работая переводчиком? И если надо, то чем это помогает? Естественно, это помогает, потому что переводчик, он связующийся звено между двумя партнерами, между двумя сторонами, и в любом случае приходится иногда сглаживать углы или какие-то конфликтные ситуации. Я в такие ситуации тоже попадала, когда партнеры просто начинают друг на друга орать, и ты пытаешься как-то так и тех успокоить, и тех успокоить, потому что понимаешь, что может все перерасти в какой-то очень сильный конфликт. Знание психологии здесь в любом случае требуется. Какими качествами тогда должен обладать переводчик? Ну, во-первых, коммуникабельность – это по-любому. Умение схватывать суть информации и доносить ее до другой стороны – это тоже очень сложно. Многие говорят на языке, но не каждый может переводить, это сложно. Удержать объем оперативной памяти, он должен быть, соответственно, достаточно большим, чтобы послушать, что та сторона сказала, причем очень бывает витиевато, потом это все быстренько переварить и сказать другой стороне, чтобы еще, чтобы поэтому переговоры это каким-то образом не сдерживало, да, чтобы именно перевод… Мы делаем последовательный перевод в данном случае, несинхронный. Синхронистов нужно учиться дополнительно. Мне кажется, это очень сложно делать. Ну, синхронисты подготовленного переводят, естественно, у них заготовленные тексты и соответствующие оборудования. Мы делаем последовательный перевод, но тем не менее стараемся его делать максимально приближенно к синхронному, чтобы не задерживать переговоры. Опять же, мнение иностранцев о том, что русский язык достаточно сложен. Как вам удается переводить наш русский язык, который, там, одно слово, миллион значений, и все это переводить на очень точный, педантичный немецкий язык? Да, и это на самом деле сложно. Многие вещи просто непереводимы на немецкий язык. Приходится либо какую-то предысторию людям рассказывать, чтобы они поняли. Особенно сложно переводить анекдоты. Какой-то там беседе, например, наши партнеры захотят что-то рассказать иностранцам. Повеселить их. Повеселить их, да, что-то смешное в жизни. И ты понимаешь, ага, когда идет речь о каком-то анекдоте, где нужно рассказать, наверное, историю чуть ли не от царя Гороха, то понимаешь, что сделать это практически нереально. Иногда приходится либо искать эквиваленты в немецкой реальности, либо им приходится что-то перефразировать. Сложно бывает, да. А вот еще тоже слышала такое, что можно с уверенностью сказать, что ты знаешь язык, когда ты начинаешь думать на этом языке. Да, я согласна. За год пребывания в Германии я поняла, что... Ловила я себя на мысли, что иногда я думала по-немецки. Я просыпаюсь, иду куда-то, и понимаю, что мысли о предстоящем день прокручиваю в голове, понимаю, что я проговариваю на немецком языке. А когда я в Россию приехала, вы не ощущали дискомфорта? Первые две недели я переключалась иногда на немецкий язык, на самом деле. Я уже разговариваю со своими знакомыми, близкими и автоматически переключаюсь. Я даже не замечала, меня уже одергивали. Ирина, спасибо вам огромное за очень интересный рассказ. Я в каких-то своих убеждениях утвердилась, что-то услышала нового. Удачи вам. Ну и, конечно же, чтобы все переводы были без трудностей. Да, спасибо вам большое. И мне в заключении все время почему-то вспоминается фильм Иван Васильевич у меня от профессии, когда визит шведского посла, и Феденька, нужный переводчик. Да был у нас тут один толмач не ученый. Ему переводить, а он и луками вяжет. Ну, мы в кипятке его сварили. Нельзя так с переводчиками обращаться. Это очень хорошая фраза. На сегодня у меня все. Увидимся уже в следующую пятницу. Не пропустите, нас ждет встреча с очень интересным человеком. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok